Валентину Фёдоровну Курочкину в городе знают многие. Говорят, для одних она эталон сильной женщины, для других – образец мужества, а ещё пример для подрастающего поколения и даже источник хорошего настроения. Она всегда с улыбкой на лице. Вот и сегодня, не скрывая радости, встречает гостей. Здоровья, благополучия вам от всех ветеранов нашего города. Ну вот вы такой пример, вот таким примером и оставайтесь. Спасибо. В доме Валентины Фёдоровны Курочкиной многолюдно с утра. Повод для этого самый радостный. Именинница принимает подарки и поздравления в честь своего 96-летия. Сегодня в числе гостей глава города, председатель думы, военный комиссар и все те, кто неравнодушен к судьбе участника Великой Отечественной войны. Валентина Фёдоровна всегда является примером жизненного оптимизма, несекаемой энергии, боевого духа. Очень восхищаюсь, то есть человек такой кладезь, то есть и воспоминания, и интересные истории, которые там происходили с ней, а соответственно раз с ней, это с жизнью нашего города. Поэтому всегда очень рад к ней приходить, общаться. Валентина Фёдоровна родилась в Курганской области. 15-летней девчушкой попала на фронт. Работала в госпитале, не раз находилась под бомбёжкой. Вспоминает, приходилось даже кашу варить для раненых солдат, хотя сама часто недоедала. Но всегда была весёлая, улыбчивая, поддерживала тех, кто рядом. Насколько для нас всех важно понимать вот этот человек, который конкретно сопричастен к боевому прошлому, к истории нашего города. И мы в этот день, как и всегда, в принципе, в прежние годы, всегда, конечно, желали здоровья, счастья и благополучия. Но мы уже горды тем, что мы можем находиться рядом с этим человеком. Валентина Фёдоровна и сейчас полна оптимизма. Интересуется политикой, любит читать и петь песни. Её верные помощники – волонтёры города. С добровольцами женщина дружит давно. Молодёжь и словом, и делом поддерживает участника войны. Запитываешься энергией, хочется от этого позитива продолжать действовать, жить, естественно, не забывать. Наша задача – записывать вот эту информацию, воспоминания правдивую и передавать её из поколения к поколению, чтобы была точная информация из первых уст. Трудное время выпало на долю Валентины Фёдоровны. Но она никогда не жаловалась на свою судьбу. Воспитала троих детей, пятерых внуков. У неё много правнуков уже есть и проправнучка. Единственное пожелание женщины – чтобы гости навещали чаще. Не забывает мне. Самое главное, что помнит, что я здесь такая, хоть старая, но есть, я живу, всё такое, всё нормально. Очень даже, я им очень благодарна тем, очень. В тёплой дружеской атмосфере, за рассказами и воспоминаниями ни у кого не было желания расходиться. Ещё долго пили чай и пили песни. «Но я жила, жила, и на полю, я всю войну тебя ждала». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова